Привет всем гостям и подписчикам моего канала! В этом видео я хочу поговорить с вами про новинку компании LIGO LIGO T1 Это вот такой вот 5-дюймовый местами металлический смартфон По дизайну в принципе ничем этот телефон не выделяется Он похож одновременно на все смартфоны, которые выпускаются в 2016 году Он и на Xiaomi похож, и на VK World даже похож Кстати, у VK World точно такое же название модели С точно таким же дизайном Первое, что заметил, впервые взяв в руки этот телефон, это его вес Дело в том, что предыдущая модель от LIGO M5 была очень тяжелой Хоть и не имела металлического корпуса M5 имел только металлическую рамку, помню Но он был настолько тяжелый, что его реально было тяжело держать долго в руке А этот телефон по сравнению с M5 очень даже легкий При том, что батарея здесь на 100 мАч больше На передней панели расположен сам 5-дюймовый экран, о котором мы поговорим немножко позже Разговорный динамик, фронтальная вспышка Возле вспышки есть индикатор событий, также фронтальная камера и всевозможные датчики Кнопок под экраном сенсорных нету, так как кнопки здесь расположены на самом экране вот здесь На задней панели расположена камера, микрофон, вспышка, сканер отпечатков пальцев и динамик На правой грани расположена кнопка включения и слот для двух сим-карт или для одной сим-карты и microSD карточки На противоположной грани расположена качелька громкости Снизу расположен разговорный микрофон и разъем для зарядки На верхней грани расположен только разъем для наушников 3.5 Задняя крышка телефона сделана из металла, а вот эти вот вставочки сделаны из пластика Телефон существует в трех цветовых решениях Вот такой вот золотой, как у меня, есть еще розовое золото и также есть серебряный А теперь давайте перейдем к самому экрану Экран IPS 5 дюймов с разрешением HD 1280 на 720 пикселей Дисплей выполнен по технологии 2 и 5D, то есть все края стекла телефона закруглены Как я и говорил, вместо сенсорных кнопок здесь кнопки вмонтировали в сам экран Вот они вот так могут прятаться и вот так вызываются таким вот легким свайпом Честно говоря, я не любитель таких вот наэкранных кнопок Мне привычнее, когда кнопки на самой панели В этих кнопках есть и плюс, потому что их можно через настройки поменять местами, как вам удобно Можно вот эту вот кнопку назад поместить сюда или сюда Ну короче говоря, как вам удобнее, так вы и можете расположить вот эти вот кнопочки Вот об этом значке мы поговорим чуть позже Раз уж мы говорим про экран, то конечно следует проверить углы обзора этого телефона Давайте зайдем в настройки, выберем какую-нибудь картиночку Я не знаю, даже возможно, давайте вот эту вот розовую картиночку выберем И посмотрим эту картинку под разными углами Вроде как вот именно с этого угла цвет немножко меняется С остальных как-то не так заметно Но, к сожалению, телефон имеет вот спаренный слот для микросим-карт Поэтому вы сможете сюда установить или две сим-карты, или одну сим-карту И одну микро-SD карточку для расширения вашей памяти Батарейка здесь несъемная, как вы уже поняли, судя по этому вот слоту На 2400 мАч И в принципе, ее должно хватать на день с легкостью Потому что я ее протестировал Я сюда закачал сериал с разрешением HD 1280 на 720 Зарядил батарею до 100% И включил беспрерывно серия за серией И после 5 часов и примерно там еще 3-4 минуты Телефон мне показал, что батарея осталась 20% При том, что я сериал смотрел с яркостью 90% И со звуком примерно 80% Ну и, конечно же, все возможные связи с интернетом Все возможные GPS-ы были выключены Просто шел сериал и постоянно был включен экран Вот такие вот результаты Я считаю, это неплохие результаты для такой емкости батареи Хотя, опять же, это лично мое мнение Возможно, кому-то этого будет и мало Ligo T1 поддерживает сети 2G, 3G и 4G На борту установлен 4-х ядерный процессор Но на борту установлен новый 4-х ядерный процессор На борту установлен новый 4-х ядерный процессор MTK6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц 2 ГБ оперативки и 16 ГБ внутренней памяти Работают эти все внутренности на Android 6.0 Вот, давайте сейчас посмотрим Вот, видите, Android 6.0 Когда я распаковывал телефон, мне пролетело обновление по воздуху Я его установил Так что этот сейчас телефон я тестирую на последней версии прошивки Которая доступна на момент записи этого видео Но, как вы успели заметить, здесь стоит не голый Android Здесь стоит, видимо, одна из версий Frame OS Это вот такая вот операционка на базе Android Сделана походу специально для Лего А может быть и не специально для Лего Но вот в последнее время на Лего я ее только и вижу Эту Frame OS Честно говоря, она мне не сильно по душе Это Frame OS, потому что некоторые элементы я бы хотел отключить Вот, к примеру, вот этот элемент, который еще не допилен Это вот такой вот свайп То есть разблокировка экрана свайпом Она немножко тормозит Вот, смотрите Ну, как-то неплавно она работает Мне это не очень нравится Вот как-то так Ну, а в остальном Это вот Frame OS Имеет много таких интересных фишечек О которых я бы хотел сейчас рассказать поподробнее Первая фишка называется DualTag При помощи этой программы DualTag можно создавать два аккаунта в одной программе То есть вам не нужно, допустим, для контакта качать официальный контакт для одного вашего аккаунта И еще Kate Mobile или еще какой-то там интересный сервис для контакта Вы можете в одной программе, в одной официальной программе создавать два разных аккаунта Я считаю, эта фишка очень даже полезная Вторая фишка, такая же, как была на Лего М5, это Power Saver Прикольная тоже штука При помощи которой можно отключить все Оставив только звонки и смс Если у вас телефон уже на подходе к нулю процентам заряда А вам еще нужно время, чтобы дойти до розетки и зарядить Следующая бесполезная, наверное, функция Ну, она здесь есть И я немножко ей уделю внимание Это вот возле камеры на рабочем столе Еще одна иконочка расположена Называется она криво переведена Называется захвата красоты Вот такая вот штука, где вы можете что-то сделать со своим селфи Ну, короче, приукрасить его И последняя интересная фишка, которая реализована вот в этом смартфоне Лего Т1 Это мультиоконный режим Вот эта иконка, о которой я вам говорил в начале Она отвечает именно за мультиоконность Вот если ее нажать, то откроется такая вот папочка, где будут все приложения, которые поддерживают этот мультиоконный режим И мы сейчас выберем два приложения, которые будут работать одновременно на экране Давайте запустим YouTube и вверху запустим настройки Вот экран у нас сейчас разделился И что мы видим, мы можем, конечно же, вот так вот расширять окно или уменьшать его Короче говоря, вот здесь у нас YouTube Мы здесь свободно пользуемся всеми функциями YouTube А здесь мы можем что-то в настройках подправить, возможно, яркость Вот такая вот полезная функция, вот этот вот мультиоконный режим Я думаю, многим будет полезно Я думаю, каждый найдет для себя правильное применение этой программы А мы двигаемся дальше Ну и еще хотелось бы отметить, что в Лего Т1 есть FM радио Вот оно здесь Ну, нужно подключить наушники Чтобы проверить работу GPS-навигатора, мне пришлось выйти вот на балкон И сейчас проверим, как работает этот навигатор Давайте включим Я отключил полностью Wi-Fi, интернет и оставил только передачу геоданных И вот он нашел где-то секунды за 4-5, да, я так понимаю И нашел довольно-таки точно Вот он точно определил мое местоположение Я действительно живу вот в этом 42-м доме Я считаю, GPS здесь прекрасно ловит И за это, несомненно, плюс Я вернулся назад на свое рабочее место с балкона И мы продолжаем тестировать вот этот вот телефон Лего Т1 Следующая функция, о которой я хотел бы поговорить дальше Это функция сканер отпечатка пальца Прежде чем пользоваться этой функцией, конечно же, нужно зарегистрировать наш палец Как всегда, регистрирую свой указательный палец Итак, я прикладываю палец к сканеру Раз, вот, экран выключен Я прикладываю И экран включается Давайте еще раз попробуем Смотрите, прикладываю И экран включился В принципе, сканер я уже до этого момента тестировал, конечно же И он меня даже, я бы сказал, впечатлил Потому что срабатывает он где-то в 95% Если, конечно же, попасть вот именно пальцем на этот сканер Потому что бывали такие моменты, что я просто не попадал И думал, что он плохо работает Давайте отключим и прикладываем палец Раз, два, три Вот, в принципе, очень даже быстро происходит отрасблокировка экрана Но это еще не все При помощи этого сканера, так же, как в Лего М5 Можно управлять еще некоторыми функциями этого телефона Вот, допустим, можно перелистывать краны рабочих столов Вот я прикладываю палец И экран просто листается Не касаясь экрана, я могу перелистывать экраны рабочего стола Так же, при помощи сканера можно делать удобно селфи Это одна из самых удачных функций, которая реализована вот в этом вот сканере Ну, и, конечно же, можно еще управлять музыкой, управлять видео Еще что-то там, по-моему, отвечать на звонки при помощи этой кнопки Но это не так интересно Единственные такие два интересных аспекта я рассказал И думаю, это некоторым людям будет даже интересно Что касается звука, то здесь все не так гладко, как было в Лего М5 В Лего М5 был звук просто замечательный Мне кажется, он был просто идеальный для того ценового сегмента По которому продавался Лего М5 В этом телефоне громкость, в принципе, такая же, как и в Лего М5 Но качество самого звучания оставляет желать лучшего Потому что, ну, реально не очень качественный звук К сожалению, я не могу сейчас на видео включить какую-нибудь песню Потому что меня забанят на Ютубе Но до этого я, конечно же, тестировал Тут есть несколько загруженных песен Ну вот, давайте послушаем, как звучит рингтон В принципе, стандартные рингтоны звучат довольно-таки чисто А вот какие-то песни, которые загружены с интернета По сравнению с М5, реально не очень чисто звучат Ну а так, по громкости телефон ничем не уступает М5 Т1 тоже имеет довольно-таки громкий звук И вы его с легкостью услышите, если будете находиться в соседней комнате Далее я бы хотел поговорить о камере телефона Фронтальная камера на 5 Мп с интерполяцией до 8 Мп И основная камера на 8 Мп с интерполяцией до 13 Мп Камера имеет автофокус и вспышку Но что самое интересное, фронтальная камера тоже имеет вспышку Вот здесь она расположена Фото Я сделал вот такое вот качество Фокусировался я на слове email И вот, что нам выдал этот фотоаппарат В принципе, качество очень даже неплохое В текст макро фотографирует телефон Lego T1 Очень классно А все остальные примеры фото и примеры видео Которые я снимал на этот телефон Я продемонстрирую в конце этого видеоролика Камера у Lego T1 снимает видео в разрешении всего 1280 на 720 пикселей То есть в разрешении HD Давайте включим Multi-Touch Tester И проверим, сколько же касаний поддерживает Lego T1 Итак, 1, 2, 2 есть 3, ух ты, 3 есть 5 есть Давайте попробуем 6 палец Нет, 6 уже не работает Экран официально поддерживает 5 касаний И это круто Закончил Epic Citadel тестировать наш телефон Lego T1 И вот какие результаты он выдал FPS всего 27,7 При разрешении, как вы могли заметить Не 1280, а 1200 на 720 Это все из-за вот этой черной линии На которой должны располагаться кнопки меню назад и домой Но почему-то вот эта панелька Она в этой программе не скрылась Antutu закончил тестировать наш Lego T1 И вот какие результаты телефон выдал 30593 балла Игра Asphalt 8 выставила высокие настройки графики для телефона Lego T1 И именно на этих настройках мы сейчас и поиграем Игра Tin Игра filled А Так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот идет игра Асфальт-8 на телефоне Лига Т1. Вообще без рывков, вообще без тормозов, без каких-либо подтормаживаний. И за это я ставлю плюс. Еще одна игра, которую я хотел бы протестировать на этом телефоне, это World of Tanks Blitz. В настройках графики я поставил все на высокое качество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, при максимальных настройках графики играть вообще нереально, все глючит. Так что давайте сейчас поставим настройки графики на немножко поменьше. Изначально игра сама настроила качество графики на низкое. Видимо, на такой графике как раз и комфортно будет играть. Поэтому среднюю пробовать не буду. Давайте сейчас сразу же пойдем в бой на низкой графике. Вот сейчас на низкой графике все комфортно работает. Вот, я даже попал в какой-то вражеский танк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот меня убили, вот так вот идет игра World of Tanks Blitz на телефоне Liquid T1, только, к сожалению, на низких настройках графики она идет нормально, на высоких и, я так думаю, на средних она тоже идет не очень хорошо, некомфортно вам будет играть, а вот на низких играть довольно-таки комфортно. Вроде бы обо всем мы с вами поговорили насчет этого телефона, а теперь давайте перейдем по традициям к плюсам и минусам. Начнем, как всегда, с минусов. Первый минус это звук. Звук здесь не такой качественный, как был у Lego M5, песня воспроизводится с помехами. Второй недостаток это хоть и больше, чем у Lego M5, но все-таки маленькая батарея, всего 2400 мАч. Третий недостаток это то, что телефон снимает видео в разрешении всего 720p, то есть в качестве HD, а не Full HD. С главными недостатками разобрались, здесь их не так много и теперь давайте перейдем к положительным качествам. Первый плюс это сборка. Сборка действительно очень классная у этого аппарата, ничего не скрипит, кнопки не дребезжат. Второй плюс это хороший сканер. Срабатывает примерно в 95% случаев. Не идеальный, конечно, не 100%, но 95% это тоже очень большая цифра. Но еще плюс этим сканером можно делать фотки, можно управлять музыкой и можно управлять рабочими столами. Третий плюс это наличие индикатора. Возле вспышки фронтальной есть индикатор, который оповестит вас о пропущенных звонках или смсках. Четвертый плюс это экран. Экран достаточно яркий. Яркости экрана хватает для того, чтобы работать с телефоном в солнечную погоду на улице. Пятый плюс этого телефона это фронтальная вспышка. Это действительно иногда очень важный такой аспект, который помогает в тусклое время суток сделать более-менее качественную фотографию, то есть селфи. Следующий плюс это новый процессор, который стали сейчас применять во многих-многих бюджетных телефонах. Это MTK6737. Еще один плюс это то, что телефон поддерживает 5 касаний. Также телефон имеет поддержку 4G сетей. Это тоже, несомненно, огромный плюс для этого смартфона. И последнее важное для меня положительное качество LIGO T1 это то, что здесь отлично работает GPS. Но помимо этого телефон имеет одну такую вот особенность, которая не очень для меня приятна. Это вот эти наэкранные кнопки меню, которые я не сильно люблю. Я привык к таким кнопкам, которые расположены вот здесь на панельке. Но с другой стороны зато эти кнопки всегда видно и не нужно вот на панельке делать кнопки с подсветкой. Как мы видим плюсов все-таки намного больше, чем минусов в этом телефоне. Это был обзор телефона LIGO T1. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что посмотрели мой видеоролик. Если вам было интересно это видео, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока. Тестирование камеры телефона LIGO T1. Камера снимает, к сожалению, в максимальном разрешении всего 1280 на 720 пикселей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok